В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Раокотская. Здравствуйте! Подростки, увлеченные экранным творчеством, из 58 региональных кино- и медиа-студий нашей страны сняли 149 медиаработ о мирных советских жителях, которые стали жертвами гитлеровской политики массового уничтожения людей в годы Великой Отечественной войны. 16 лучших фильмов вошли в кино «Альманах», презентация которого состоялась в Москве в июне этого года. Среди них были и наши ребята. Итак, в гостях у меня сегодня Татьяна Никитченко, заведующая отделом туризма, краеведения Владивостокского городского дворца детского творчества, директор фестиваля «Веселая ларга», небезызвестный, руководитель Приморского регионального отделения Общероссийской лиги юных журналистов и Екатерина Бертина, и Диана Суханова, авторы работы, получившей гран-при на конкурсе «Бессрока давности. Непокоренные». Выпускницы клуба «Следопыт» Владивостокского городского дворца детского творчества и координаторы программ Лиги юных журналистов Приморского края. Да. Устанешь перечислять ваши все регалии. Казалось бы, такие молодые у нас сегодня гости в студии, но опытные, да. Татьяна Викторовна, первый вопрос задам вам. Хорошо. Что же за мероприятие прошло в Москве? Чему оно было посвящено и кто в нём участвовал? Ну, это уже итоговое мероприятие большого конкурса, который проходил в разных точках нашей страны, в том числе и во Владивостоке. Он здесь, во Владивостоке, стартовал этот фестиваль. Конкурс «Непокорённые». Бессрока давности «Непокорённые». В каждом регионе кураторы наши, детское медийное объединение «Бумеранг» проводило образовательную программу большую. И это не случайно, потому что очень сложная тема. Ребят нужно было погрузить, подготовить, как работать с этим, потому что не все хорошо знают историю. Тем более, что сейчас многие факты исторические, конечно же, ставят с ног на голову, искажаются. Поэтому нужно было работать с детьми. И мы попали на итоговое мероприятие уже как победители. И вот эту цифру, которую вы назвали, это не все работы, это те работы, которые именно победили, заняли грант при первые места в разных номинациях. Вот, пожалуй. Стартовало это всё у нас во Владивостоке, вы говорите. Да, да. Конкурс без срока давности «Непокорённые», который организуется при поддержке гранта президента Российской Федерации, стартовал на нашем фестивале Всероссийском детского кино и телевидения «Весёлая Ларга». К нам приехали спикеры из Москвы – Татьяна Мирошник, Алексей Ясулович, Наталья Владимировна Васильева. И они проводили для нас мастер-классы по сценарию, видеоэссе, видеостихотворение. В таких жанрах было задание выполнить необходимым участникам. Алексей Ясулович занимался постановкой речи для закадрового текста. И мы попробовали на нашем фестивале сделать первые пробные работы. И нам сразу сказали какие-то замечания и посоветовали, что исправить. И мы, сделав это, уже отправили работу на конкурс. Ещё добавлю, конечно, большой вклад внесла Светлана Бурдасова. Это оператор очень талантливый, опытный, знает, как работать с детьми. И она учила мастерство операторскому секретику, много детям рассказала. И Павел Корсаков, он рассказывал, как работать с архивными документами. С хроникой. С хроникой. Это важно. Непокорённые без срока давности. О чём этот конкурс? Это конкурс о мирных жителях нашей страны, Советского Союза, которые прошли через все тяготы войны, были сильны духом и непоколебимы, и защищали наше отечество до самой победы. Наш ролик как раз о такой девушке. Она оказалась в концлагере в Освенциме и прошла полностью всю войну, и работала там, и издевались над ней. Но она не смогла предать наш ролик, называется «Ева Сапиша». У меня не было сил, но я не была готова сдаваться. То есть никакие издевательства не смогли её поколебить на любви к родине. Татьяна Викторовна, ребятам было сложно участвовать в этом конкурсе? Вы знаете, я думаю, что они сами, конечно, могли бы сказать. Но на мой взгляд, было очень сложно. Почему? Вот я как взрослый человек, я в этой теме, я знаю, я знакома со многими ветеранами, мы часто встречаемся с узниками концлагерей. Я в теме. И то, когда смотреть вот эту хронику военных операторов, её много нам предоставили для работы, для этих конкурсных работ, её невозможно смотреть без содрогания. Я вообще с трудом вообще понимаю, как дети это всё смотрели, выбирали, анализировали. Вот. Взрослым тяжело, детям, я думаю, что было сложно. Катя, как называлась работа? Ещё раз скажи, пожалуйста. Ева Сэпиши, у меня не было сил, но я не хотела сдаваться. Почему так назвали? Называется она так, потому что это цитата этой женщины. Она в 12 лет попала в концлагерь Асвенцем. И по счастливой случайности ей удалось выжить. Однако её мама и её брат, они погибли. Ну, их там убили в газовой камере. Вот. А эта девушка, она выросла, она только спустя 40 лет узнала, что её мама и брат были тоже там. И эта её фраза была, что под конец войны, когда она уже заболела, плохо себя чувствовала и у неё не было сил, но она не была готова сдаваться и ждала нашу русскую армию, которая её спасёт, и врачей, которые смогут её вернуть в жизнь. Что касается сценария самого, откуда взялась эта история? Этой девушки? Когда мы узнали о задании, мы захотели снять именно видеоэссе. Нашей задачей было найти какую-то интересную историю, которая о непокорённых, о тех, о ком не говорили по телевизору, не писали в книгах. Ну, естественно, мы искали в интернете, в книгах, в каких-то очерках, в каких-то памятных записках. И нашли вот эту историю. Она очень тронула сердце, душу. Нашла эту историю Диана. Я думаю, она сможет рассказать. И мы решили её экранизировать. Естественно, сделали раскадровку, написали сценарий, придумали, как с ними, подобрали реквизит и смонтировали потом. Диана, как была найдена история? Ну, вообще была задача найти хоть какую-то историю, потому что сложно на самом деле искать такие истории. Я лично больше, наверное, восьми точно прочитала о разных историях. Но была проблема в том, что надо было подобрать такую историю, которую можно было бы снять. А ты оператор? Да. Нельзя просто историю хроникой напихать, грубо говоря. Надо что-то добавить из сейчас съёмки, что мы сделали. Там, может быть, в чёрно-белый вариант перенести, что-то добавить от себя. История вообще была в виде интервью. То есть мы её, когда делали сценарий, переписали под её рассказ. Ну, убрали там вопросы, это понятно. Что-то убрали, что-то добавили. И вот получилось... Получилось то, что вы... Работа, которую оценили жюри. Получилось так, что вы стали в итоге победителями. Татьяна Викторовна, как оценивала ребят жюри? Ну, жюри серьёзные. Режиссёры, потом сотрудники архива очень такие, конечно, понимают, что нужно. И высокие оценки, когда мы были на церемонии награждения, слышали это всё, казалось, что это не про детей говорят. Настолько оценивали высокий уровень. И вот это вот то, что они... Как кино же, оно передаёт эмоции. Вот, что они тронули душу. Мы смотрели на экране, в большом экране в Доме кино в Москве все эти фильмы. Ну, действительно, прям до слёз. Пробирала. И мы тоже понимали, что это очень высокий уровень. Но жюри, уважаемые, как я сказала уже, такой жюри, среди тех, кто оценивал работы и давал обратную связь, Никита Михалков. Они сказали, что это те ребята, те, кто вошёл в альманах, именно, которые будут показывать теперь во всех школах России. Эти ребята, у них большое будущее. Они понимают, что делают. Вот. Я думаю, что на самом деле это так. А вот этот кино-альманах, он создан из 149 работ, правильно? Нет, из 16. Из 16. Это только те, кто получил гран-при. Только те, кто получил. Да, и первый раз такое в истории нашей страны, что фильмы, которые сняты детьми, будут храниться в Российском государственном архиве кинофотодокументов вечно, что потомки смогут посмотреть. И Татьяна Викторовна, наверное, расскажет, что эти фильмы будут показываться на уроках специально. Ну да, сейчас уроки исторического кино. Сейчас вводят уроки такие исторического кино. И мне кажется, это очень важно. И вот эти фильмы тоже будут там. Да, вот как раз грамота, приз, специальный фильм достойный государственного хранения. Подписан директором Российского государственного архива кинофотодокументов. И это документ, который, собственно, подтверждает, что наш фильм будет там храниться всегда. А какая-то конкуренция была среди участников? Или все-таки вы одни, вместе делали одно большое дело? То есть это же ведь очень трогательно. Это же ведь очень, я бы даже сказала так, тонко, очень, наверное, где-то интимно говорить про войну, такие истории представлять. Была ли конкуренция среди участников? Конкуренция среди участников конкурса, конечно, была. Но если брать в общем то, чем мы занимались, это просвещение людей в такой серьёзной теме, такой важной в нынешних реалиях, вот, наверное, мы делали всё это вместе. И эти фильмы, которые сняты, они есть на сайте этого конкурса. Если открывать каждое, то, по сути, они собираются в такую общую синтез всех этих историй. И мы можем посмотреть на тех людей, о которых никто никогда не говорил, а теперь о них будут знать многие. Вот я ещё хочу добавить одну секундочку, что вошли 16 работ, но мы смотрели многие работы. Они мало уступают тем, кто победил. Ну, чуть-чуть, может быть. Но чем-то выделило их жюри. А вообще все работы очень сильные. И я разговаривала с медиапедагогами, с детьми там, как-то вот таких вот обиженных, что, ой, мы не победили, гран-при не заняли. Нет, наоборот, только были разговоры о том, как велась работа, что нового узнали, что для них открыл этот конкурс. Вот это было, да. Вот поэтому я согласна с Катей. Это вот такой общий вклад в какое-то вот такое важное дело. Кто участвовал в создании фильма? Я, Катя и ещё одна девочка, Василина Бойко. То есть вы втроём, по сути, сняли целый фильм. Это наши выпускницы этого года, выпускницы клуба «Следопыт». Вот такую точку хорошую поставили в образовательной программе. Как происходил процесс создания этого фильма? Вот самое интересное, наверное. Самое интересное? Ну, самое интересное, на самом деле, мы уже рассказали, что это выбор истории, потому что ты читаешь, узнаёшь что-то новое. А если именно процесс съёмок, то историю загрузить в специальную таблицу, как нас научила Татьяна Мирошник на мастер-классе, что текст, звук, кадр, монтаж. Ну, понятно, как у нас на телевидении. Да, раскадровка. И, естественно, мы придумывали, как можно через метафору, например, показать. У нас есть такой кадр. Один из преподавателей Медиа-центра «Следопыт» Татьяна Олеговна Ольсова, она нам помогла и своими руками показала метафорично Еву Сэпишек, главную героиню нашего ролика. У неё на запястье была татуировка, ну, маркером нарисовали, как у Евы, номер порядковый в концлагере. И мы снимали только её руки. Запах духов, который напоминал ей маму при поездке в концлагере, вообще на протяжении всей жизни она вспоминала маму благодаря запаху этих духов. То есть вот такие какие-то метафоричные вещи, наверное, сыграли роль в оценке жюри, потому что они на это обращают обычное внимание. Съёмочный процесс тяжёлый был, Диан? Ну, был меньше, чем в обычном репортаже. Был... Ну, просто из-за того, что мы сделали раскадровку заранее, мы знали, что нам конкретно нужно, и буквально он 10 минут был. Снимаешь, проверяешь... Я понять не могу. У вас всё так легко и просто. Как-то... Это, знаете, я скажу, скажу. Конечно, это было предварительно погружение, предварительно большая поисковая работа, они были на семинаре... У нас, ребята, следопыты были на семинаре в Москве и в Хабаровске. А там вот полное погружение. Там они работали в пресс-центре, задавали вопросы всем. То есть это всё откликалось, откликалось, накапливалось. И когда уже к нам приехали спикеры во Владивосток и начали конкретную практику, вот, они уже знали, что делать. Поэтому вот сроки поджимали там этой работы. У нас много работы в клубе следопыты. Вот когда уже конкурсную работу надо было сдавать, собрались, всё, выкристалли, вызывали. Я добавлю, что не 10 минут, понятное дело, мы всё это снимали. На создание ушла примерно неделя. Историю выбирали отдельно. А неделя — это раскадровка, подготовка рид-визита, договориться нужно было с актрисой. Потом подготовка к съёмкам, кто что берёт. Естественно, всё это долго. И потом ещё монтаж. Монтаж тоже, если брать полный, ну, два дня монтаж. Закадровый текст я писала отдельно. То есть, и, конечно, это всё складывается. А именно съёмок у нас было мало. Там была в основном работа с хроникой, как раз то, про что говорила Татьяна Викторовна, что там были такие кадры, которые вот так вот сидишь, смотришь и думаешь, может, выключить, может, не надо. Это действительно очень трудно было, вот именно с хроникой работать. А так вот работа, ну, неделю, наверное, именно полностью можно было сделать. Хроника — это ведь настоящая хроника военных лет. Где её взяли, Татьяна? Я отвечу. Скажем, где. Да, это очень такая интересная тема. Российский государственный архив кинофотодокументов предоставил участникам конкурса хронику, которую никто никогда не видел. То есть даже во взрослых работах? Вот как раз на презентации в Доме кино известный режиссёр сказал, ну, я вам завидую, потому что я такого не видел. Я бы тоже хотел такую хронику использовать. А у вас такая возможность была. Я вам честно завидую. Вот. И это несколько фильмов. Насколько я помню, пять. Которые вот мы просматривали, выбирали кадры, которые подходят конкретно к нашей истории. И, собственно... Я уже не помню, сколько метров там в этом архиве. Ну, это, наверное, сотни метров плёнки вокруг земного шара. Обмотать можно было, как нам сказали. Мы представили этот образ. И всё это делали военные корреспонденты. И там как раз... Нужно сказать, что мы были в архиве. В городе Красногорске. И как раз там мы могли посмотреть, как в специальных чехлах хранятся плёнки, там холодно. С самого начала, когда... Вот с 1800 какого-то года, когда только началось, всё там есть. Поэтому вот нас тоже пробрало, когда экскурсовод сказал, сотрудник архива сказала, что если кто-то хотел бы исказить историю... Вот к ним, кстати, весь мир обращается в этот архив, то не получится. Понимаете, военные корреспонденты собрали столько материала, что, ну, это безоговорочные доказательства того, что было. И там единственные в мире, наверное, поэтому они боролись за это, памятник военному оператору. Мы там были, участвовали в акции. Тоже пробирает, конечно, до слёз, до дрожи вот эти истории про военных операторов. Во время этого митинга на экране большом организаторы конкурса организовали кинопоказ целый день, 22 июня, очень символичная дата. Кинопоказ лучших работ, которые попали в Альманах, их прям со звуком жители города могли прийти и до 9 вечера в любое время посмотреть. Какие эмоции испытывали, когда создавался фильм Диана? Сложно сказать. Во-первых, Хроника. Я в какой-то мере тоже отвечала за Хронику, потому что Хронику мы брали, которую нам дали на Весёлой Ларге. Это, как сказала Катя, 5 фильмов примерно по 20 минут. И как раз на Весёлой Ларге я её отсматривала. То есть, если, например, на Весёлой Ларге ты смотришь такой, фу, как Катя, ну, там, и трупы, и расчленёнка где-то, и сохшие тела, ну, то есть неприятно смотреть. То, мне кажется, уже во время нашей второй работы, скажем так, было проще. Ну, какие-то кадры я знаю, что вот здесь будет такой, я пропускаю. Ну, а что делать? Ну, в самом деле, сколько вам лет, девочки? 18. Ну, в 18 лет тяжело смотреть эти кадры. Да, участвовали дети, которым ещё меньше лет. Ну, подростки, конечно, потому что детям это нельзя показывать. Продолжай. Ну, сложно. Сложно было? Да. Что касается монтажа. Катя уже сказала, что он длился два дня, и собиралось это всё как-то по крупицам. Как это делалось? Ну, ты открываешь программу, у тебя пустой лист. Соответственно... Ну, вы сами это делали. Конечно. Никто вам не помогал. Нет, нет. Вот я, Диана и уже сказали Василина. Мы модные технологии, мы по Зуму соединились, открыли программу, транслировали, и сидели вместе, втроём, каждую у себя дома, мы монтировали фильм так. Вот. Положили закадровый мой текст, придумали, у нас же всё расписано было, мы знали, куда звук какой, где там стрельба, где немецкая речь, где выстрелы, где кашель, вот если мы говорим про то, что она была больна. Это нашли потом, какие-то фотографии, наши кадры. И всё вот так вот, подряд, 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 и всё достаточно так аккуратно смонтировалось было. Девочки, вы долго учились этому мастерству. Я работаю на телевидении, я знаю примерно, как это создаётся, и это достаточно сложный процесс. Вам по 18 лет. Как так вышло? Первый свой ролик я смонтировала, когда мне было 9 лет. Вот. Учитывая, что мне 18, получается, 9 лет назад. Вот. Это было как раз следопытие. Я вот пришла, и меня как-то это всё так затянуло, мне стало это очень интересно. И в первой же экспедиции, он у меня до сих пор, этот ролик есть, я его пересматриваю, смотрю. Вот. И там, кстати, есть Татьяна Викторовна. Вот. И другие педагоги, наверное. И другие педагоги, вот. У меня была такая очень интересная тема, никак не связанная с войной. Вот. И мне это стало очень интересно. Я проходила киношколу, ездила. Ездила в Артек, в Орлёнок, в Океан на профильные медиасмены. Проходила обучение вот от общественной организации Бумеранг. Участвовала в их конкурсах, заочных каких-то видеокиноработ. Ездила на фестивали разные. На Бумеранг, на кинофестивале Лыбару Савертек. Вот. В Океане я была тоже на медиасмене. И всё как-то это у меня знания собираются, собираются. И, в принципе, сейчас это очень просто для меня смонтировать. Но в этом году я поступаю на журналистику. И буду всё, стягать. Продолжать. Продолжать, да. А у тебя какая история? У меня не всё так круто, как у Кати, потому что в следопыт я пришла два года назад. И первый год я упорно ходила на занятия, но я, честно, не понимала. О чём речь? Да, вообще. Но, благо, у моих родителей есть камера, фотоаппарат, которым они не совпользуют. Такая, о, буду оператором. Ну, и мне это как бы, ну, вкатило, грубо говоря. Вот. То есть, ну... Зашло. Да, буквально год назад, в мае месяце, как бы наш тандем с Катей соединился. Благодаря Те Викторовне мы ездили... Киноэкспедиции. Киноэкспедиции. По Приморскому краю. Да. Территория Содружества. Народы Приморья, Территория Содружества. Такой проект. У нас такой проект был. Он сейчас продолжается. Медиадесант, Территория Содружества. Ну, вот они там сделали серьёзные шаги первые. Да. Именно вот благодаря этому проекту нас с Катей воспринимают как единое целое. Да. Я корреспондент, она оператор, вместе монтируем. Как-то так. Ну, и, наверное, уже немножко известны такие имена. У них они скромничают, потому что когда у нас была экспедиция Территория, вот вокруг России. Как она? Россия. Россия. Россия 2021 была. Это уже крутая экспедиция. Их пригласили для информационной поддержки. Они со всеми общались. У них есть интервью со всеми участниками экспедиции. Как-то вот так получилось. То есть тогда я открывала Диану для себя, потому что я видела, какое у неё серьёзное отношение к делу. Вот. Оценили её там журналисты, которые были в этой экспедиции, тоже похвалили девочек тогда. Немножко воспрянули тогда, а не духом поняли, что они стоят. Татьяна Викторовна, если вернуться к непокорённым, то почему так важна история неискажения реальных событий? Это сегодня проблема? Она становится проблемой, да. Мы, может быть, не думали, не гадали, потому что патриотическому воспитанию, истории Приморского края, лично наш клуб, отдел туризма и краеведения Дворца детского творчества уделяет большое внимание. Я знаю многих педагогов истории во Владивостоке, которые тоже серьёзно к этому относятся. Они интересно преподают и уроки эти. Но часть ребят, ну, наверное, это не секрет ни для кого, не знают простых вещей. И их легко запутать. Им легко внушить что угодно. Вот чтобы не внушить это детям, чтобы они знали, что на самом деле происходит. У нас очень часто бывают встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, которые ещё всё это живо им рассказывают. Да, истории эти тоже у нас записаны многие, как интервью, есть сюжеты с ними. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что нам нужно обращать на это внимание. Детям нужно рассказывать. Это наша общая история России, Советского Союза. Кать, ну, ведь «Непокорённые» — это не единственный проект, в котором вы наверняка участвовали. Вот уже прозвучало. Что ещё можно назвать? Какие проекты приходят на ум? А проекты в каком плане? Следопыта. Ну, у нас-то киноэкспедиция. Ну, вот, я говорила, да, уже киношколы, киноэкспедиции, где когда-то я занималась преподавателями, там, верстала газету, писала какие-то зарисовки, снимала, в фотокроссах участвовала. Сейчас я уже этим летом ездила сама, преподавала ребятам какие-то азы. Как медиапедагогу. Да, как медиапедагогу. Вот. Если именно конкурсы, то вот недавно подводили итоги молодёжного вектора. Это городской знак. Я уже третий раз его получаю. Ещё, про что я не сказала? «Владивосток. История современности». Ну, это проект такой, который дети придумали. Да. Это конкурс медиапроектов детских. Вот дети придумали администрации города Владивостока, понравился этот проект, сделали его городским, и до сих пор он любимый уже сколько? Ему больше, ну, около восьми лет, наверное. Да, много. Вот. И дети участвуют с удовольствием. Ещё вот «Брейнринг». «Брейнринг», да. «Знаю любим свой город». Это как раз по краеведению, по истории города, чтобы молодёжь, да и не только молодёжь, там участвовали и учителя географии, истории с удовольствием. Дети делают, готовят вопросы. Они ещё победители краеведческих конкурсов. И такие эксперты. Вот Катя вообще, мы думаем, что она возглавит на… Как? Молодёжное отделение русского географического общества. Планируем открыть. Да, да, да. Какие планы у Катя? Ну, Катя – краевед. Она неоднократно участвовала в конкурсах РГО Русского географического общества, была победителем, поэтому она знает, что делать. Ну и Клуб «Следопыт» у нас такое направление. Такие проекты. Что касается Клуба «Следопыт», задам последний вопрос. Как туда попасть и как присоединиться к девочкам? В команду, может, к ней. Спасибо за такой вопрос. Мы ждём к нам ребятишек. У нас очень много направлений. Конечно, основное такое направление – это краеведение. И всё, что у нас связано с остальной программой – это и медиа, и телевидение, кино, газеточки краеведческие, краеведческий театр на основе произведений приморских писателей. Всё это, конечно же, помогает детям узнать лучше приморский край. Мы очень много путешествуем с детьми, поэтому не только теория, конечно, практика, там что-то делать, там медиа, выпускать газеты, как Катя говорит, или сюжеты. Мы всё видим. Мы встречаемся с людьми. Мы знаем все коренные народности, которые у нас есть на территории Триморского края. Мы встречаемся с представителями. Мы всех их любим. И дети все знают, с удовольствием всегда просятся в эти экспедиции. Ну а чтобы к нам попасть, достаточно идти в Владивостокский городской дворец детского творчества. Написать заявление и прийти к нам. Мы всех рады видеть. Ну что ж, я желаю вам удачи и новых побед, наверное. Новых проектов и новых побед, девочки. Спасибо большое. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о конкурсе подростковых медиаработ без срока давности «Непокорённый». В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова